Я думаю. Из речений святого Григория, имеется в виду Григория Богослова, которые поются с тропарями на Святую Пасху. Мы с вами знаем, что канон Святой Пасхи написал преподобный Иоанн Дамаскин и также на Рождество написал многие другие праздники, великие двунадесятые. Но, как правило, он пользовался для составления своих песнопений творениями святителя Григория Богослова. И эти песнопения поются в храмах, но для того, чтобы они были не только услышаны, но и поняты, Стой Ава Дорофей своим ученикам разъясняет смысл этих песнопений. Итак, что мы пели ныне? Воскресенье день, да принесем самих себя в жертву. В древности сыны Израилевы в праздники или торжества приносили Богу дары по закону, то есть жертвы, всесожжения, начатки и тому подобное. Потому святой Григорий Богослов хочет и нас, подобно им, праздновать Господу и возбуждает нас, говоря, воскресенье день, вместо святого праздника, день Пасхи Христовой. Сначала разъясняю, что такое Пасха Христова. Пасху совершили сыны Израилевы, когда выходили из Египта. Ныне же Пасху, празднование которой побуждает нас святой Григорий, совершает душа, исходящая из мысленного Египта, то есть греха. Ибо когда душа переходит от греха к добродетели, тогда совершается Пасх. Тогда совершает она Пасху Господу, как сказал Евагрий. Пасха Господня и есть переход от зла к добру. Мы помним, когда из Египта бежали израильтяне, за ними гнался фараон со своим войском. И по молитве пророка Моисея открылось дно у Красного моря, и израильтяне смогли перейти через это море, а фараон со своим войском были погребены. Таким образом избежали опасности и окончательно порвали с Египтом израильтяне. Для нас это прообраз, когда душа выходит из земли греха, идет в землю обетованную, и Господь спасает ее, потопляет нашего врага, избавляет нас от погони. И ты, и так, ныне Пасха Господня, день светлого праздника, день воскресения Христа, распявшего грех за нас умершего и воскресшего. И потом по изречению, вторая часть изречения, да принесем самих себя в жертву. Принесем же мы Господу дары, жертвы, всесожжения, не бессловесных животных, которых Христос не хочет, ибо жертвы и приношения бессловесных не восхотел Еси, всесожжения тельцов и овнов не взыскал Еси. То есть, те всесожжения и жертвы, которые были положено приносить, которые было положено приносить в праздники ветхозаветные, это были всего лишь прообразы. А теперь жертва должна быть уже другой. Мы сами должны приносить себя в жертву. Для нас Господь, к примеру, Пасха наша, за нын пожарен быть Христос, да возьмет грех мира, быв по нас клятва. Теперь задается Ава Дорофей, Христос принес себя в жертву. Святой призывает нас принести себя в жертву. Каким образом это сделать? Какой же дар и какую жертву должны мы принести Христу в день воскресения? Говорит об этом апостол, получает. Представьте телеса ваши, жертву живу, святу, благоугодну Богови, словесное служение ваше. А как должны мы принести тела свои Богу в жертву живую и святую? И отвечает. Не исполняя более воли плоти и помыслов наших, но поступая по духу. И похоти плотских не исполняя, ибо сие значит умершлять уды наши, я же на земле. Это и называется жертвою живую, святую и угодную Богу. Почему же эта жертва называется живой? В отличие от животных, которые приносили израильтяне, и сначала убивали, а потом уже или части их приносили в жертву, или во все сожжения приносили, но уже после умершления жертвы. А мы должны, еще живя здесь на земле, приносить себя в жертву. Живые заколаются ежедневно, как говорит Давид. Тебя ради умершляеме, есть мы весь день, вминикамся, яка овцы заколения. Вот что значит слова святого Григория. Принесем сами себя в жертву. Как же святые умышляли себя? Не любите мира, не я же в мире, как сказано в соборных посланиях. Но отвершись в похоти плоти, и похоти отчей, и гордости житейской, то есть отречься нужно от сластолюбия, сребролюбия и славолюбия. И взяв крест, последовать Христу. О всем-то говорит апостол. А есть же Христовая суть, плоти распяша, с остростями и похотьми. Вот как умышляли себя святые. Как же они приносили себя в жертву? Живя не для себя, но поработив себя заповедем Божьим. И оставив свои пожелания ради заповеди и любви к Богу и ближнему. Как сказал святой апостол Петр. Все мы оставим, как все, и вслед тебе и дохом. Когда так апостол говорил Христу, что мы все оставили. И святой Золотой Луз говорит, собственно, что он оставил? У него имущества-то особо не было. Сети, может, были и то ветхие. И поясняет, что апостол оставили все свои пожелания, всякое пристрастие к миру сему. Конечно, если бы у апостолов при таком настрое были какие-то богатства, они также легко оставили бы и богатство. Как мы знаем, потом некоторые из них сделали, которые имели. Скажем, апостол Варнава все раздал нищим. Пример еще, как апостолы умышляли себя. Живу же не к тому аз, но живет во мне Христос. Это говорит апостол Павел. То есть, по-русски сказать, не я уже сам живу, но во мне живет Христос. То есть, апостолы умышляли в себе всякое пристрастие и собственную волю свою. Жили для одного Христа и его заповеди. Итак, говорит Авадорофей, прилично сказал святой Григорий, что человек есть стяжание самое драгоценное. Потом, говоря еще яснее, прибавляет, воздадим образу, сотворенное по образу. Как же это? Ну, тут хочется сказать, еще есть пояснение Авадорофея о том, что, конечно, много мы видим в мире очень красивых явлений и вещей. И красивое и голубое небо с облаками, и звездное небо красивое, и море, и горы. Но самое красивое, говорят святые, это человек, это его душа, которая соединена с благодатью Божьей. Об этом еще учат, есть особое поучение у преподобного Макария Великого. Он говорит, из всех созданий самое красивое, это наша душа. Ну, кстати сказать, человек святой, он видит, прежде чем дается дар видеть другие души, он начинает видеть свою душу и умиляется этой красоте. И тут, видите, в чем дело сказано, Авадорофей говорит, Господь своим словом создавал за шесть дней весь мир, а человека создал особо, своими руками, украсил его своим дыханием. Только человек создан по образу и подобию нашему. Даже вот я у Макария Великого читал недавно, он говорит, осмелюсь сказать, что человек создан даже прекраснее ангелов. Представляете, удивительно. Так вот, как же создать образу, сотворенное по образу? Отчистим себя от всякой скверной плоти и духа, соделаем образ наш чистым, каким мы и приняли его, омоем его от скверной греха, чтобы обнаружилась красота его, происходящая от добродетелей. О сей этой красоте и молился Давид, говоря, Господи, волею Твоей подашь доброте моей силу. Ну, в дальнейшем Ава Дорофей еще поучает, как воздать Богу, сотворенное по его образу. Не будем оскорблять образа Божия, по которому мы созданы. И еще говорит, если кто-то желает написать картину царя, портрет царя, то он очень старается и даже и материалы подбирает самые лучшие. Даже не только краски, но и золотом украшает, и камнями. Вот так и мы, чтобы написать в себе образ Божий, должны брать самое лучшее, чтобы не потерпеть наказание за то, что если возьмем что-то худшее и в себя внедрим. Итак, почтим первый образ. Уразумеем силу таинства и то, за кого умер Христос. То есть, говорится, что ценность наша не только, что мы созданы по образу и подобию Божию, но еще и в том, что за нас пострадал сам Христос Спаситель. Он вошел на святой крест и распял грех, за которым мы изгнаны были из рая, и пленил плен, как сказано в Писании. Теперь рассуждать, что же значит пленил плен. То, что по преступлении Адамовым враг пленил нас и держал в своей власти, так что души человеческие, исходившие тогда из тела, отходили во ад. Это церковное учение, что до распятия Христа, до его воскресения, даже праведники своими душами после своей кончины не могли наследовать рай. Он был закрыт для всех. Когда же Христос взошел на высоту святого и желтворящего креста, то своею кровью избавил нас из плена, которым пленил нас враг за преступление. То есть, опять исхитил нас из руки врага и, так сказать, обратно пленил нас, победив и низложив пленившего нас. Теперь говоришь, что так как наш род человеческий иступлен Христом, то уже над нами дьявол не имеет большой силы. Итак, мы избавились от ада, человеколюбием, Христовым, и от нас зависит идти в рай, ибо враг уже не насилует нас, как прежде, и не содержит нас в рабстве. Только позаботимся о себе, братья, и сохраним себя от действительного врага, вернее, от действительного греха. Где-то у святых написано, что если мы пойдем на поводу у греховных помыслов и совершим на деле грех, то эта страсть против нас потом усиливается. То есть, нужно стараться, чтобы на деле хотя бы не согрешать. Ибо я и прежде много раз говорил вам, что всякий грех, исполненный на деле, опять порабощает нас врагу, поскольку мы сами добровольно низлагаем себя и порабощаем ему. И говорит, это большой стыд, когда Христос в своей крови нас искупил, а мы все равно идем в ад, сами вергаем себя в ад. Не достойны ли мы в таком случае еще сильнейшего и жесточайшего мучения? Человека любит Бог, да помилует нас и подаст нам внимание, чтобы мы могли разуметь все сие и помогать самим себе, дабы обрести нам хотя малую милость. То есть, можно подытожить, поучение уже закончено, но небольшое, можем подытожить, что в нем Стоава Дорофей исследует творение Григория Богослова, а именно те, которые вошли в богослужебную практику. Ну, позже их обработает, и в таком стихотворном, в творческой обработке представит и святой Иоанн Дамаскин. А тогда, видимо, еще пелись чистотворение Григория Богослова. Вот, рассуждает о том, что такое Пасха Христова, что это переход от зла к добру, от греха к святости. Вот, и говорит, что Христос принес себя в жертву, но и мы тоже, особенно в этот день воскресенья, должны себя в жертву принести. И рассуждает, каким образом мы можем из себя сделать жертву живую. То есть, живя еще здесь, на земле, отсекая от себя похоть плоти, похоть очей и гордость житейскую, стараясь отсекать в самом начале, на уровне, на стадии помыслов, мы таким образом будем приносить себя в жертву. И таким путем шли все святые. Если же не получается на стадии помыслов, то надо избегать хотя бы на деле греха, потому что иначе грех усиливается, дьявол получает над нами большую силу, и нам уже будет сложнее справиться с этой страстью, которая в итоге может нас погубить, и мы не сможем в рай войти. Вот, теперь поучение двадцать первое. Если то было толкование пасхальных писанопений, то здесь толкование некоторых изречений святого Григория о святых мучениках. Про двадцатое поучение можно сказать, что там говорится о преподобных, которые борются с дьяволом на уровне помыслов, слов и дел, а здесь уже о мучениках. Хорошо, братья, петь слова святых богоносцев, потому что они всегда и везде стараются научить нас всему, ведущему просвещение душ нашей. Из этих самых слов, воспеваемых в празднество, должны мы всегда познавать и самое значение совершаемого воспоминания, господский ли то праздник, или святых мучеников, или отцов, или одним словом, какой бы то ни было, святой и достопамятный день. То есть, говорит Авадорофей, что полезно воспевать Господа и святых словами святых богоносцев. Ну, то есть, сейчас у нас, а кто их, минии, все богослужебные тексты. Но мало воспевать, нужно еще уразумевать те мысли, которые святые вложили в эти песнопения. Мы должны петь со вниманием и вникать умом в значение слов святых отцов, чтобы пели не только в уста, как сказано в Отечнике, но чтобы и сердце наше пело вместе с ними. Конечно, бывает так, что во время богослужения, которое, ну, вечернее, утреннее, священнику приходится или частицы вынимать, или исповедовать кого-то. И таким образом может служба пройти мимо нашего слуха, и тем более мимо сердца нашего. Вы, наверное, знаете, читали, что стой правильный Иоанн Кроштадский старался всегда сам на утренней читать каноны. Если так не выходит, то, по крайней мере, стараться нужно внимательно слушать. Бывает, конечно, как я сказал, священник исповедует или вынимает частицы, вспоминает. Но хуже этого бывает еще, когда мы разговариваем в алтаре друг с другом, и таким образом мимо нашего слуха проносятся все те песнопения, которые являются откровением от Бога. Нужно, конечно, стараться слушаться, если по возможности, читать или петь на клиросе во время службы. Но, по крайней мере, находясь в алтаре, вынимательно слушать и размышлять над этими словами. И вот говорит Ава-Дорофей, сегодня мы поем «Жертвы, одушевленные, всесожжение словесное». Это так святой Григорий Богослов говорит о мучениках. «Жертвы, одушевленные, всесожжение словесное». И дальше Ава-Дорофей размышляет. Что значит «жертвы, одушевленные»? «Жертвы нам» называется «все освященное на жертву Богу», как, например, овца, волк и тому подобное. Почему же святые мученики называются жертвами и одушевленными? Потому, что овца, приводимая на жертву, сперва заколается и умирает, а потом уже раздробляется, рассекается и переносится Богу. А в отличие от животных, святые же мученики, еще будучи в живых, были рассекаемы на части, строгаемы, томимы, терпели рассечение. Иногда же мучители отсекали у них и руки, и ноги, и языки, и выкалывали глаза. И до того они бывали строганы по ребрам, что видна была и сама внутренность их. И все это они терпели, еще будучи живыми. Поэтому называются жертвами и одушевленными. Теперь, почему они называются всесожжениями словесными? Потому, что иное жертва и иное всесожжение. Иногда приносят жертву не всю овцу, но только начатки ее, как сказано в законе. Правое плечо, селезенка и обе почки и тому подобное. Вот. А иногда, когда называются всесожжения, это сжигали полностью все животное. Жертвы эти и всесожжения были прообразованиями душ, желающих спастись и принести себя в жертву Богу. под мышцы или плечо, они разумеют деятельность, ну, то есть, там говорят, что надо мышцу принести право, право, видимо, конечности. Вот. Это говорит о том, что все наши дела должны быть правыми и посвящаться Богу. Вот. Дальше. В прочей части селезенка, две почки, жир с ней, бедра и жир на бедрах, сердце, грудь, также это прообразно. Селезенка трактует, как из чрева достается селезенка и обозначает возделивательную часть души человеческой, прообразует. Также и жир, который на бедрах и почке, тоже это возделивательную часть. Сердце прообразует, сердце животное, приносимое в жертву, прообразует собой раздражительную часть. Вот. А грудь прообразует уже разумную часть души. Тут говорит, что Моисей облекал Аарона в первосвященническую одежду. По повелению Божию возлагал на грудь, где сейчас у нас крестное перстное или по ноге, возлагал часть одежды называемой логион, то есть разумевательной. И в Агре говорит, разумная душа тогда действует по естеству, то есть становится здоровой, здравой, естественной у нее движение. Только тогда, когда возделивательная часть ее желает добродетели, раздражительная подвизается о ней, а разумная предается созерцанию сотворенными. Немножко поясним. И по учению преподобного Максима Исповедника действительно наша душа трехчастная. Первая часть вожделевательная, она дается нам для всецелой любви к Богу и ближнему, но из-за того, что испорчено сейчас, то человек вожделеет уже все греховное, всякие услады, усложнения. Это болезнь вожделевательной части души. Вторая часть души это раздражительная. тоже нам необходимо, потому что и гнев это такая сила души, которая должна использоваться для отторжения всего нечистого, скверного, греховного. То есть раздражительная часть души нам нужна как иммунитет. Отторгать все нехорошее. А умная часть души это по-другому называется дух. это нам дана для общения с Богом, с нашим Творцом. И вот когда человек избавляется от страстей, которые поражают все эти три части души, то душа находится в таком своем естественно нормальном состоянии. И когда это первое кстати называется бесстрастие, безболезненность, здравость души, это всего лишь первая стадия святости человека. В этом состоянии, в естественном, человек совершенно естественно начинает созерцать замыслы Божьи о творении мира, то есть Божественной Логос. Затем это вторая стадия святости. Затем человеку дается познание, еще поясню, что значит Логос созерцать. Святой человек на второй стадии святости, он понимает, что для чего создано и как. Как солнце светит, как создан лев или волк, что для чего, не надо такому человеку науки изучать, Господь дает познание всего этого. Потом человек видит свою душу, только потом уже души ближних видит, их мысли, состояние, вот тут дается дар прозорливости. Потом, после того, как все земное человек познает, ему дается познание ангельских ликостояний, свеченные ангельские. Но и здесь душа не должна задерживаться, это всего лишь одна из ступеней святости, а самое высшее, когда человек исходит из себя в состоянии экстаз, вот, потому что, чтобы созерцать невидимого Бога, нетварного Бога, нужно превзойти все тварное, не только ангелов, но и выйти из себя, потому что сам человек тоже тварный, это вот такая последняя стадия святости души, ее, конечно, немногие достигали, вот, сейчас наши прикажания зачастую с легкостью могут назвать батюшку прозорливым человеком, но надо пояснять, что прозорливость это довольно серьезная стадия святости, предшествует этому без страсти, когда у батюшки нет даже никакого раздражения, никакой раздражительности, нету гнева, нет пристрасти к чему-то, только потом дается разорливость. Итак, всесожжение, как говорил Авадорофей, как по смыслу Священное Писание, это когда все животное приносится в жертву. Оно, всесожжение, есть уже символ совершенных, тех, которые говорят, все мы оставим вся и вслед тебе и дохом. Так, святые мученики, всецело принесли себя в жертву Богу и не только сами себя, но и то, что было их и что было у них. Что Василий Великий говорит, мы сами это наш ум как часть души, наше это тело, а то, что у нас находится, это вещи, начиная с одежды и вещи достояния какое-то. Так вот, все это в жертву принесли святые мученики. И этим самым исполнили заповедь. Возлюбишься Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душею твоей и всею мыслью твоей. Поэтому Святой Григорий богослов и называет их всесожжениями. И еще называет их как в песнопениях Бога знающие и Богом знаемые овцы. Вот, и Авадорофей поясняет, что значит знать Бога и как познать Бога. и отвечает, что познается Бог с соблюдением заповедей. Когда святые соблюдают заповеди, очищаются от грехов и страстей и таким образом приближаются к Богу и все больше и больше узнают его, начинают с Богом общаться. А почему же говорится, что Богом знаемые овцы? По идее, конечно, Бог как Творец, Он знает все, и грешников знает, и святых, однако помним на Страшном Суде, как Он скажет по Евангелию, аминь глаголю вам, не вем вас, не знаю вас. То есть здесь говорится об особом знании, о признании. Знаете, мы тоже иногда можем кому-то сказать, раз ты так поступаешь, я тебя не знаю, знать не хочу и не знаю. Так, и в этом смысле надо понимать это выражение Бога знающие и Богом знаемые овцы. Дальше разбирается следующий текст, ограда их неприступна для волков. Объясняет так, что ограду называется огражденное место, в которое пастырь собирает овец и стережет, стережет, чтобы не расхитили их волки и не украли разбойники. Ограда же святых со всех сторон утверждена и охраняется, как сказал Господь, и держит Татя не подкапывает. И ничто вредно не может им причинить вреда. Так, и заканчивается это слово двадцать первое. итак, помолимся братья, чтобы и нам сподобиться быть посомами вместе с ними, или, по крайней мере, водвориться на место оны блаженного наслаждения и покоя их. Ибо хотя мы и не достигли состояния святых и не достойны славы их, но можем не лишиться рая, если будем внимательны и понодим себя немного. Ну, во время отпевания мы поем со святыми упокой. Вот, даже над теми людьми, которые, ну, простые христиане сколько могли подвязались, вот, не прославились святостью, тем не менее, мы так желаем им. И Авадорофей говорит, давайте каждый на своем уровне подвязаться, не будем расслабляться, и тогда сможем наследовать Царство Небесное со всеми святыми. Вот, ну, на этом закончили мы поучение Авадорофея. можно запись включать.